Пляжи Балаклавии на мысе Хрустальной вновь открыты для купания. Напомню, середина июня доступ на них был ограничен. Основанием для этого стали отобранные пробы. После ряда профилактических мер сотрудники Роспотребнадзора провели повторное исследование и уже подтверждено, что санитарно-биологические показатели морской воды на этих пляжах соответствуют норме. Сегодня в теме дня говорим о технологиях и разработках по очистке морской воды. Здравствуйте, меня зовут Наталья Двотина и гости в студии. Татьяна Сергеевна Асача, старший научный сотрудник отдела морской и санитарной гидробиологии ИнБИУМ и Валентин Владимирович Шестак, представитель Севастопольского общества охраны природы, прав человека и исторического наследия. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие севастопольцы. Первый вопрос. Давайте начнем с того, какой на данный момент рекреационный потенциал Севастополя. Я думаю, это вам, Валентин Владимирович, извините, вопрос. Некоторые представители исполнительной законодательной власти, некоторые общественники говорят, что далеко еще Севастополь до Ялты, что рекреационный, здоровительный потенциал в связи с промышленным развитием Севастополя. Мне кажется, с этим можно поспорить. Да, я с этим сразу хотел бы поспорить, что Севастополь это корабль в море, это город в море. Мы со всех трех сторон окружены морем. И у нас 155 километров побережья, у нас даже в черте города 11 только городских пляжей, плюс муниципальные порядка 20 пляжей. То есть у нас огромный рекреационный потенциал, доступный для всех возрастных категорий граждан, для всех. И грех не воспользоваться летом, когда солнце, тепло, чистый морской воздух, чистое море, чистый пляж, покупаться, провести время на пляже, оздоровиться, повысить свой иммунитет и встретить зимний период с простудами и прочим во всеоружии. И этим же пользуются и приезжающие сейчас материка в большом количестве гости города. Они тоже идут на наши пляжи, тоже они пользуются нашим морем. И это тот бесплатный потенциал, который надо пропагандировать, надо улучшать и надо внедрять в население, чтобы севастопольцы были здоровы и долго жили. Как показывает практика, рекреационный потенциал большой, но все же при этом есть и негативные стороны. Они взаимны. Одна это вот забота операторов. Сейчас дается техническое задание оператору 11 городских пляжей. Операторы подписали договора. Они обязаны своими инвестициями внести благоустройство в пляжи, чтобы там были доступные для нас душевые кабины, чтобы были туалеты, чтобы очистка пляжной зоны была, чтобы мусор в урны соответствующий. И самая главная норма поведения, вообще-то для чего предназначен пляж. Мы не должны забывать, что пляж это не для кальянов, пляж это вообще-то не для громкой музыки, пляж это не для курения в пляжной зоне. Пляж это вообще-то место всех категорий. Должно быть взаимопонимание между ними. Мы не можем разделить пляжную зону. Вот тут только дети, тут только пожилые, тут только молодые, экстремальные, а тут только вот средний возраст. У нас это все перемешивается на пляже, и все друг к другу должны в рамках добрососедства оказывать, конечно, понимание и услуги в хорошем поведении. Тогда мы получим, наверное, тот уровень пляжа, который привлекать будет и гостей, и севастопольцы с удовольствием будут пользоваться пляжами. Но у нас сейчас вот есть проблемы, есть проблемы стратегические, конечно, в черте города, это очистные. Мы даже как общественники, экологи сейчас занимаемся уже вплотную, ищем инвесторов, которые готовы прийти сюда. И обладая большим опытом и техникой, и деньгами, в первую очередь, они готовы сделать реконструкцию все-таки южных очистных. У нас ливневая, это канализация, наверное, ну вот мы с Татьяной Сергеевной, даже как сообщественницей и ученым, говорили уже об этом, наверное, раз 30, о том, что то благо в виде дождя, которое проливается на наши парковые зоны, оно оборачивается потом негативов для тех, кто отдыхает и купается в море. То есть весь город умываясь, конечно, куда девает эту воду? Ну, рачительный хозяин, он сбрасывает воды в ванной в канализацию, из унитаза в канализацию. А у нас получается, что все это в пляжную зону, все это туда. И самым вот таким ярким примером является бухта Омега. Там вот этот с двух сторон вдоль трассы все эти ливневые стоки, очищая все дворы, очищая все газоны, все это туда, в детские пляжи. И долго еще. Светлана Сергеевна, да, какое же так на сегодняшний день состояние прибрежных зон Севастополя? Ну, прибрежных зон, если говорить о прибрежной зоне Севастополя, то тут надо выделять те показатели, о которых мы будем говорить. Потому что вот мой отдел, отдел морской санитарной гидропиологии, мы традиционно занимаемся проблемой нефтяного загрязнения прибрежных зон. Наши коллеги из гидрофиза тяжелыми металлами, коллеги из РХБ, отдела радиационной и химической биологии, соответственно, другими показателями. Что касается загрязнения нефтепродуктами, ну, Севастополь родился как форт, как город-порт, военная база. И сейчас, в 21 веке, от углеводородного сырья отказаться невозможно. И навигационная деятельность, портовая инфраструктура, автомобильный транспорт, коктиригенная составляющая, то есть смывы. Все это несется в воду. Поэтому Севастопольская бухта, вернее, прибрежная зона велика. Вот Валентин Владимирович сказал, что это 155 километров. Конечно, и качество, я говорю об экологическом, биологическом качествах, оно разнится в зависимости от качества и вида тех стоков, которые вносятся в акваторию, то есть прибрежные воды. Если Севастопольская бухта, конечно, нефтепродукты. Безусловно. Хотя, опять же, Севастопольская бухта ведь по размеру одна из крупнейших бухт в мире. По удобству природных ландшафтов она занимает третье место после бухт Сиднея и Гонконга. Ну, недаром же замечательный полководец Александр Васильевич Суворов с первого взгляда понял значимость этой бухты для будущего флота, становления, развития флота Российской империи. То есть в этом плане бухта была обречена на тесное взаимодействие, безусловно, человека и природы. Под последним, понимаем, конечно, прежде всего морскую среду. Поэтому наши многолетние исследования, регулярные наблюдения именно за загрязнением нефтепродуктами практически всех Севастопольских бухт на данный момент можно ранжировать в определенном порядке, где первое место, безусловно, принадлежит Севастопольской бухте. Это ядро нашего города, центр, градообразующий элемент. Поэтому ситуация, ну, мягко говоря, не очень. При этом, понимаете, надо, когда мы говорим о нефтяном загрязнении морской среды, надо понимать, что морская среда – это не только вода, это еще и донные осадки. И логично, что последние являются как бы приемником, депозитарием всего, что рано или поздно осаждается на дно, в том числе и загрязнители, в том числе и нефтепродукты. А как часто происходит заброс нефтепродуктов? Ну, во-первых, он нерегламентирован и неконтролируем. А штраф? Просто мы ориентируемся на те данные, на концентрацию нефтепродуктов в донных осадках. Что касается воды, это подвижная очень среда, которая в наибольшей степени подвержена взаимодействию с метеорологическими факторами, перемешиванием и так далее, и так далее. Тем более в бухте у нас своеобразная карта течения пространственного распределения. Вот просто есть река Черная, которая с паводком приносит нам массу всего. То и отдельные фрагменты сектора бухты, конечно, по уровню загрязнения распределены неравномерно. Конечно, наиболее условно-благополочная зона – это ближе к выходу из бухты, где активный водообмен и так далее. А по мере продвижения в код, то, конечно, уровень загрязнения растет. Вы сказали, что показатели не очень. Это значит, что купаться там нельзя. Нет, я этого не сказала. Я сама сегодня только утром до работы купалась. На Приморском бульваре делают это уже вторую неделю с удовольствием. Нет, как раз, что касается нефтепродуктов в воде, тут можно быть спокойным. Тут нужно опасаться других микробиологических загрязнений. Вы уже говорили, что открыты пляжи хрустальные, потому что город… Какие они, эти факторы еще, которые влияют? Вы знаете, согласно мировой статистике, если говорить о нефтепленном загрязнении, о загрязнении тяжелыми металлами, то как бы сейчас большинство ученых склоняются к мысли, что большая часть загрязнителей поступает с бытовыми ливневыми стоками. То есть вот если говорить об общем объеме стоков, да, в цифрах, то 80% будет приходить на канализационные ливневые бытовые стоки, смывы с территории прилегающие и так далее. Флот уходит на второй план, поэтому, да. Только наша жизнедеятельность горожан, жизнедеятельность самого города, то есть город сам себя загрязняет, сам себе вредит. И хотелось вот привести в примет бы судьбу Анны Ахматовой, нашей землячки, Каренко, которая регулярно, каждое лето оздоравливалась в районе Херсонеса, купалась, бегала по пляжу, дышала можжевелым сосновым воздухом, насыщенной солью. То есть она победила наследственный туберкулез. Две ее сестры умерли в раннем детстве, а она пронесла и трагедию с мужем, и трагедию с сыном, и преследование властью, и творчество у нее такое активное было. Она представитель Серебряного века, но трудилась до глубокой старости, она писала стихи. То есть такой вот закал иммунитета дал Севастополь. Это было начало 20 века. Вот хотелось, у нас есть идеал, к которому мы должны стремиться. То есть нам должно быть такое море, к которому приятно войти, и которое пахнет свежестью, где приятно даже не просто купаться, но еще прополоскать горло. Сейчас вот это я не рекомендую. Просто даже дети, которые резвятся в воде, даже взрослые, то есть предохраняться в большей степени, нырять, искупались, поплавались. Все хорошо, когда в меру. Плавайте на длинной дистанции, вытягивайтесь в воде. Не надо погружать рот, не надо вот этой водой полоскать. Это предохранение не излишнее. Никто не знает, что там ряда было. Кто машину помыл, кто-то что-то вылил, где какие стоки появились. Еще Роспотреб... Это человеческие факты. Да, Росперероднадзор еще не обнаружил. Поэтому предохранение, это естественная мера, предостороженность человека, она нормальна, особенно для детей. И не говорили, что вот у меня ребенок перекупался, у него горло першит, что у него там кашель появился. Это может быть инфекционно из-за воды. Особенно июль месяц, август месяц, пиковые такие вот температуры и воды, и воздух, они все равно возбуждают все вот эти микробы к размножению. Потому что, ну, такой бульон пеплый, вот такая среда. То есть здесь все равно невозможно, да? Там ребенок поднырнул где-то, что-то все равно же попалет. Ну, тогда мы параллельно закаляем просто иммунитет ребенка, и он не должен от каждой бактерии тут же подвергаться заражению. Есть сильные ребята, вот вся старая история, там, крестьянские дети, и босиком бегают, и что-то прямо с земли едят, и все, и все равно не болеют. Потому что крестьянский ребенок вырос уже в такой среде, он иммунитет закаленный. Городской житель, приезжающий из Нежины, из какой-то центра, мегаполиса, да, он может быть, тем более, когда на него влияет солнце, вот эта жара, полдень, днем тоже не стоит, наверное, купаться. Есть самое приятное, это утро, когда свежая вода. Самое главное, конечно, соблюдать графики, когда ты не готов, и ты едешь только на море, ты должен, понятное дело, соблюдать все эти элементарные правила. Давайте вернемся к нашей теме, да, Татьяна Сергеевна. Попытки оздоровления бухт. Какие предпринимаются? Ну, я не знаю, предпринимаются, прежде всего, регулярными исследованиями, мониторингами. Мониторинг, не тянув загрязнение Севастопольской прибрежной зоны, мы начали в 1973 году, и комплексный отбор проб донных осадков, биоты, населяющие биоты, с регулярностью раз в три года проводится по одной и той же сетке станции. Поэтому в настоящее время нами уже написана не одна монография, где описаны результаты наших исследований. По сути, это антропогенная история Севастопольской прибрежной зоны. Но помимо таких фундаментальных изысканий, у нас есть и прикладные разработки, которые, кстати, в общем-то, не раз уже были опробованы, в том числе и в акватории Севастопольской бухты. Какие же предлагают ученые разработки по оздоровлению морской воды, Татьяна Сергеевна? Ну вот, да, вы сказали оздоровление, вот это более точный термин, потому что для очистки существуют соответствующие гидротехнические сооружения. Что касается оздоровления или санации морской среды, как бы идея не нова, в свое время она была предложена, разработана как гидробиологический метод оздоровления нефтезагрязненных морских вод профессором Олегом Глебовичем Мироновым, который создал и большую часть жизни возглавлял отдел морской санитарной гидробиологии, который я имею честь, собственно, сейчас и представлять. Идея – это как бы создание дополнительных площадей для расселения морской биоты. Ну, все мы в этом мире выполняем свою функцию, которая нам предназначена, о которой мы, может быть, не догадываемся. Так и в любой среде. И в морской воде каждый занимает свою экологическую нишу, каждый потребляет ему необходимые элементы, перерабатывает их, выделяет в среду, делает более доступными для других обитателей и так далее по цепи. У нас замечательные моллюски-миди-фильтраторы, но недаром их называют санитары моря, потому что, например, одна мидия размером 5-6 см – это двустворчатый моллюск, всем знакомый в нашей прибрежной зоне, они обрастали и обрастают прибрежные камни, образуют такие колючие щетки или друзы очень красивые. Так вот, одна мидия таких размеров за час отфильтровывает около 100 литров воды. А если на одном квадратнометре скалы и камни от дуны и поверхности расселяется от десятков до сотен таких моллюсков, то легко рассчитать, какой объем воды они отфильтруют. Фильтрация для них – это способ жизни. Но в прибрежной зоне мы уже говорили об объемах сбрасываемых стоков. Логично, логично, к сожалению. Логично, что они не погибают, но, по крайней мере, потребляют, в том числе и эти токсиканты, которые есть в морской воде. То есть их функция изменяется? Они не смогут уже вырабатывать то самое? Нет, они очищают, накапливают все. Например, нет продуктов. Потребляя их, включая в свой обмен веществ, они определенным образом, определенными химическими путями, преобразовывают их. И выделяя вместе с продуктами выделения, так называемые фекалии или псевдопекалии, делают их более доступными для, например, той же нефтеокисляющей микрофлоры. Есть такие нефтеокисляющие бактерии, которые используют нефть как единственный источник углерода, то есть питания для своей жизнедеятельности. Проблема с этими дофсорчатыми моллюсками начала отмечаться где-то в 90-е. Как бы их численность начала в Черном море снижаться. Соответственно, и фильтрационная активность всеобщая, которую мы называем потенциалом самоочищения, тоже стала снижаться. Поэтому использование таких гидробиологических щитов, схем для расселения таких моллюсков, способно повысить иммунный ресурс морской среды. И, кстати, у нас есть опыт использования таких гидробиологических систем. В начале 90-х годов Черноморский флот пошел нам навстречу. Мы разместили коллектора для расселения этих моллюсков в одной из самых горячих с экологической точки зрения точек Севастопольской бухты. Это нефтегавань. Место заправки судов. Ну, невозможно. Разливы, избежать разливов невозможно. Больше, меньше, но тем не менее. Количество и объемы поступающих нефтепродуктов там намного выше, нежели в других участках. Ну, по крайней мере, так было. И там на сетях, на оставшихся металлических сетках, заграждениях, с помощью специальных конструкций мы разместили такие коллектора и мониторили развитие системы на протяжении нескольких лет. Причем по ряду показателей. Например, фильтрационная активность вот в районе расположения системы была в несколько раз выше, чем в прилегающих районах бухты. Биоразнообразие, то есть количество населяющей биоты в донных осадках в 2-3 раза выше, чем в прилегающих. То есть система работает. Она включается в общий круговорот веществ и энергии в морской среде и идет процесс самоочищения. А потом у нас аналогичная конструкция была оправдана в артиллерийской бухте в районе Ливневого Востока, Пресловутого. И каковы были результаты? Чудесные были показатели. По крайней мере, микробное число, на которое ориентируется, в том числе и садом-педемстанция, уменьшалось в 10 раз в районе локации гидробиологической системы. Действительно, Татьяна Сергеевна, вот все рассказав о искусственных рифах, о том, что мы призывали тут неоднократно даже в вашей студии принести даже в Дом природы остатки вот этих капроновых сетей, старых уже, которые можно развешивать и которые тут же обрастают. Там и вторая сторона есть, оборотная. У нас такой, знаете, отдыхающий активный. Особенно вот там фиоленты, вся позиция фиолента, балаклава. Активный, отдыхающий, он как добытчик приходит на пляж. Он не просто хочет отдыхать и плавать, он хочет что-то добывать. И, видя миди, он видит в этом продукт, который можно сорвать со скал, который можно потом... Особенно мелкий. Да, мелкий, который ничтожный в продуктовом плане. Это ничтожный. Да, еще как биологический фирт, они еще, фильтр заражены, по сути, они должны проходить цикл очистки где-то в проточно чистой воде. Но добытчик, он все-таки идет, он сдирает эту мидию, он ее тащит на противень такой, на большой железный лист. И вот занимается в окружении отдыхающие, которые хотят чистым воздухом, и добытчики начинают собирать там какие-то дрова, остатки какие-то горящие, которые могут гореть, и жарить, начинает эти мидии. То есть и употреблять их. И тем более, нанося уроны биологическим фильтрам, и нанося одновременно уроны своему организму, и нанося уроны окружающих, которые должны вдыхать вот эти все дымы и все прочее. То есть вот культура поведения на пляже, оценка вообще-то состояния и влияние на окружающую среду, поддерживать вот этот баланс. Но что вот мешает, вместо того, чтобы сдирать, да спросить, посоветоваться, как дополнительный фильтр. Пусть растет все вот это биологическое разнообразие, оно же приносит нам пользу. В Тихой гавани, где-то на Фиоленте, где нету там протока какого-то, где застойная вода, но все скалы обросли мидиями, там вот этот анклав, где чистая вода, где каждая мидия перерабатывает. Там и прозрачность другая. А как только живет мидия-то? Ну, иди от 7 до 14 лет. А дальше? А дальше как все мы. Падает, ее подбирает рапана, съедает. Но дело в том, что, например, в Севастопольской бухте нерест медии идет практически круглогодично. Два пика нереста, традиционная осень и весна. Я просто хотела еще добавить вот к тому, что сказал Валентин Владимирович по поводу поведения. Вы знаете, поведение поведением, но я хочу сказать, что образ жизни и поведения формируют среду, равно как и среда формируют образ поведения. У нас уже по Крыму и по Севастополю вот такой толщины, по-моему, красная книга. У нас висит, город украшает какая-то безумная реклама. Я часто, глядя на эти щиты с красивым русским словом бигборды, вообще не понимаю, о чем спич, говоря по-русски. А почему не разместить то, что у нас в красной книге? Почему такую информацию не выдавать и поставить красивые щиты в местах активного пользования, сезонного пользования, пляжа, зоны рекреации? Выходите таким предложением. Так, Наталья, вот я перебью Татьяну Сергеевну. Причем это можно сделать красочно, красиво. Татьяна Сергеевна. Сейчас же совсем другие возможности. Татьяна Сергеевна, мы об этом с вами же говорили еще 10 лет назад. Ну уж сколько лет вертели в меру. Ну просвещение, просвещение. Вот сейчас экологи вдруг обнаружили, сейчас масса, все экологи, но все не занимались превентивные меры в год, два, три, пять назад. Но тот, кто приезжает и видит, вот становится добытчиком, дикарем, его надо же о редкости, о значимости, о красной книге. У нас Рапана, Мидию нанесла урон, Устрицу истребела, Мидию наносит урон. А тут еще и отдыхающие. Беречь надо, надо перестать быть вандалом и варваром на территории той, которая тебя должна оздоровить. Огробить ее, но ответит природа. Мы же все прекрасно знаем, что природа отвечает, выстрели в нее из пистолета, она ответит тебе из пушки. Ну не надо вот таким вот методом вести себя. И агрессивность... Нет, в любом случае мы будем проигравшей стороной. Да, все равно же победит природа. Хотя играем в одни ворота, бьем в природу, но проигравшей стороной будем... Веками. А мы все равно на те же грабли отчаянно наступаем, ведем себя непонятно как, не уважаем окружающих. Ну совершенно... Я предлагаю на этой ноте нам закончить. Давайте на позитивное. Да, за участие в программе позитив внесем тем, что я надеюсь, что эта программа, она станет просветительская, и увидят и гости города, и, конечно же, наши жители, и сделают свои выводы. Единственное, хотелось бы добавить, отдыхающие на пляжах, есть операторы. Вот свои замечания, свои предложения. Будьте активны. Мы граждане, мы живем в своем городе. Будьте активны. У нас для этого есть и фискальные органы, у нас есть и Роспотребнадзор, и Росприроднадзор, у нас есть и милиция, у нас есть и Росгвардия, и казачество. У нас достаточно и государственное казенное учреждение, которое занимается... Берегите потенциал Севастополя. Да. Участвуйте, жители города. Спасибо вам за участие в программе. Да. Это была тема дня. Следите за развитием событий вместе с нами. В этой программе ставим точку. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин